Он мечтал стать космонавтом, однако судьба уготовила ему другую стызю – стать великим космическим конструктором. И не только. В сборной Советского Союза он много лет был лучшим по скоростному спуску на лыжах. Дважды чемпион страны. В эти дни Гаю Ильичу Северину исполнилось бы 85. Он всегда понимал, для того, чтобы что-то сделать хорошее, чтобы оно было на уровне или даже выше уровня, нужно всегда пройти где-то такое, значит, на краю, по краю. Сегодня те, кто готовится к полетам, невольно вспоминают его. Почти все – от специального космического термобелья до скафандров, разработки Северина. Он и автор катапультного кресла, которое было установлено в первом, гагаринском корабле «Восток». Я хотел слетать в космос для того, чтобы более глубоко понять особенности космического полета. И мне хотелось дополнить мой летный опыт и космический полет. Северину не посчастливилось увидеть Землю из космоса. Своей главной целью он считал безопасность космического полета от старта до посадки. В то время, когда Советский Союз стремился быть первым в космической гонке, Северину удалось почти невозможное – за рекордно короткие сроки подготовить выход космонавта в открытый космос. Цикл подготовки такого полета с разработкой конструкции, идеей конструкции, испытаний, подготовки экипажа и осуществления самого полета – все называют порядка, так сказать, 7-8 лет. До полета «Восхода-2» с Леоновым прошло всего 9 месяцев. Вначале решили испытать выход в открытый космос на манекене. Это хроника полета ракеты. Кадры из секретного фильма об испытании выхода с манекеном. Тогда конструкторов постигла неудача. Ракета взорвалась. Нужно было принимать решение – идти дальше или отменять. Идти дальше или отменять. А отменять нельзя, потому что сзади американцы, а идти вперед – жизнь людей. Однажды в космосе разорвалась оболочка скафандра. Полетная программа на грани срыва. Возвращать скафандры на Землю – дорогостоящая и бессмысленная операция. Выход в космос нельзя было сорвать. И Северин совершает поистине конструкторский подвиг. Не ведущий конструктор, не оператор, а Гай Ильич сел за пульт. Предварительно туда были посланы телематериалы для экипажа. И он сам объяснил всю технологию ремонта скафандра. Это подвиг. И победа абсолютная. Северин создал и универсальное для всех боевых самолетов кресло аварийного катапультирования пилотов. До него каждая авиационная КБ выпускала свое кресло. Не всегда удачное. В «Звезде» доказали – лучшая разработка К-36. Это кресло было надежнее и легче. Почти все, кто катапультировался на К-36, возвращались в строй. В то время сын Гая Северина Владимир работал на «Звезде» испытателем. Разработку именитого отца он проверил на себе, за что и был удостоен «Звезды-героя». Крадично закончиться могло не из-за системы, а из-за того, что я приводнился. Потому что буквально в канал шириной несколько метров плюхнулся. И я нарушил парашютную инструкцию, потому что при приводнении надо отстёдиваться от парашюта, чтобы он не накрыл. А тут я в меховом снаряжении вон так в зимнем плюхнулся в воду. Оно намокло моментально. Было бы смешно, наверное, испытать кресло и утонуть в луже. Гай Северин всегда выигрывал в гонках – спортивных, авиационных и космических. До последних дней он летал на парапланах. В 65 освоил воздушное крыло. Планировал работать как минимум до 100. Говорил, даже когда у меня отнимутся ноги, я буду летать. Он всегда рвался в небо, а летал больше мыслями и идеями, благодаря которым лучшие из лучших летают сегодня.